Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 11 декабря По народному месяцу слову Иринарх Сойкин день В это время христиане чтут память святого Иринарха Севастийского Происходил из города Севастии Жил во времена правления римского императора Диоклетиана Третий – начало четвертого веков Потихоньку набирает силы первый зимний месяц Снег, вполне уже закрепившись на стылой земле, норовит в сугробы собраться Ветры без устали с метелями хороводятся А раз во щеки морозка ледовым настом реки мастит Когда-то давно, в эту самую пору, ходили мужики воду в колодцах слушать Если лежала она в срубе молчаливую серую тучью На успех в делах не рассчитывали А коли слышалось из колодца веселое позвякивание Или громкий шелест, надеялись в будущем году деньги считать А у торгового Люда, не раз уже испытавшего на себе поговорки о том, что деньги к деньгам идут Свой давнишний способ гадания на успех был Рано утречком на Иринарха выходили на улицу купцы да лавочники И бросали в ближайший сугроб горсть монет разного достоинства А затем тут же принимались их из снега доставать Если первой самая мелкая монетка находилась, шли домой раздосадованные Зная, что теперь хоть вокруг себя обернись, а успеха в делах, как своих ушей не увидишь А если первым из сугроба рубль удавалось выудить Закатывали на радостях пир на весь мир Свято веря в удачу любого задуманного ими предприятия На Руси в этот день честовали сойку Небольшую птичку с ярким оперением, широким хохолком на голове и длинным хвостом Слово сойка представляет собой уменьшительно-ласкательный вариант Древнерусского названия этой птицы – соя Которая, в свою очередь, происходит от глагола сиять Сойка – лесная птица, которая известна тем, что подражает пению других птиц Может она воспроизводить и разные звуки – от стука топора до человеческого голоса На Руси в старые времена говорили, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак Умудренный опытом человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью Еще с древности сойка почиталась покровительницей и заступницей новорожденных Верили, что сойка просит заступничества у вороньей стаи, у метели-крутели, зарожденного в этот день И приносит на своем хвосте счастье и удачу Согласно поверьям, на крыльях сойка носит маленькие синие зеркальце, блестящие синие перья И если внимательно смотреть в такое зеркальце, то можно увидеть свою судьбу, которую плетут дочери Макоши, доля и недоля К этому времени зима вступает в свои права Рыбы схоронились в ямах и омутах, приготовились к зимовке Но не рестятся налим, сиги и царская селедка ряпушка Скучиваются на зимовье лягушки, жабы и тритоны Лоси начинают терять старые рога А наблюдательные в этот день примечали Если 11 декабря вороны высоко летают, быть скорому снегопаду Расселись по земле, быть отепели А коли стаями сидят на нижних ветвях Или в самой кроне деревьев ближе к стволу Быть ненастью с ветром А еще добавляют Родившимся в этот день уготована удивительная и чудесная судьба Доля вам в помощь, славяне! Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова